Шаббат шалом Вы знаете, у нас действительно есть особенное благословение То, что мы можем наслаждаться каждую неделю комментарием Торы Это огромное благословение для нас Мы за год, мы проходим всю Тору И нам остается только по домам читать Брит Хадаша Тоже разбить и ходить на собрания И тогда мы за год будем читать Библию Ну, я, конечно, советую еще дома читать отрывок Торы Это полезно, чтобы уже знать, о чем говорится И проверять, вот брат мне подсказывает, проверять комментарии Ну, это правильно У нас есть мерила правильности того, что говорит проповедник Это Слово Божие Аллилуйя Вы знаете, я хочу сегодня говорить о очень простых вещах Которые очень простые, но не всегда их очень просто исполнить Основанием моей проповеди и моего слова Есть местописание Первое Коринфянам, 13 глава, 13 стих Вы все знаете, я думаю, что многие, кто верующие знают это местописание А теперь пребывают все и три Вера, надежда, любовь Но любовь из них больше Многие люди знают, правда, об этом местописании И расскажу предысторию, как все начиналось Месяц назад Бог проговорил мне эти слова в сердце Непонятно, почему, по каким-то причинам я ходил И у меня в голове крутилось это местописание Я пытался понять, к чему бы это Ну, потом, через определенный период времени Мне сказали, что я буду проповедовать И я, ну, естественно, как верующий человек Я начал молиться Боже, что ты хочешь сказать? У меня вера, надежда, любовь Я молюсь, не понимая того Ну, что тут можно сказать? Ну, уже столько лет многие верующие Ну, простые вещи, основы веры, в принципе Ну, что можно сказать? Я упорно держался, но потихоньку, постепенно Бог начинал что-то собирать Общаясь с братьями, вот мы с Витей общались Какие-то моменты, оно все формировалось в то Что я хочу вам сегодня донести Я верю, что Дух Святой мне в этом поможет И я хочу, чтобы Дух Святой действовал на этом месте Потому что человеческое понимание, разумение Бездействия Духа Святого – это ничто И вот сам Святой Дух, он открывая и работая в моем сердце Он открыл мне следующую вещь, что Эта часть местописания Вера, надежда, любовь – это жизнь верующего человека Это жизнь верующего, спасенного человека Мы с вами уверовали в Ишуа, Хамашеха Мы приняли верой то, что через Ишуа мы имеем мир с Богом Мы приняли верой то, что Он умер на Голговском кресте за нас Пролил свою святую крот Мы живем с вами в надежде того, что обетование Божие не исполнится И жизнь верующего человека, если он верующий, действительно человек Она протекает в любви Мы не можем жить без любви Мы ходим и двигаемся любовью Божией И это действительно так И вы знаете, размышляя по этому поводу, я думал Ну, что тут можно сказать? Ну, действительно, это же основание Ну, все очень настолько просто И когда я думал, я понял одно Что именно в этом простом, именно в этих основаниях Дьявол пытается больше всего навести беспорядок Потому что если будет заложено неправильное основание То дальнейшая жизнь человека верующего, она будет непростой Мы знаем, что строим наше здание Мы на краеугольном камне, который есть в Ишуах, Хамашех Основанием этого строения есть учение апостола Учение, которое он влаживал Эти основы веры Основы, основания вероучения Христова Они подтверждали то, что говорил Ишуа о Машеях Они подтверждали в своих посланиях И это действительно основы И мы знаем, что сам Ишуа говорил, что смотрите, кто на чем строит Если строишь на камне, твое здание устоит Если строишь на песке, то строение падет И будет падение великого этого строения И дьявол, он сегодня действует простыми очень способами Его способы, как говорится, они нам не безызвестны Он обманывает людей Это его задача И обманывает он такими простыми моментами Некоторым он говорит просто Бога нету Нету Бога И люди принимают это как за чистую монету Ну нету Бога Мы не верим в Бога Мы будем верить во что-то другое Мы сделаем себе золотого тельца Будем верить в работу Будем верить в бизнес Будем верить во все, что хочешь, кроме Бога Другая категория Другой момент, как он обманывает Это если он говорит Бог есть И человек говорит, да, я верю, что Бог есть Но Слово Божие Я не знаю Его же писали люди, это Слово Может быть, они что-то написали свое Может быть, что-то они придумали для каких-то определенных целей Кто может подтвердить, что это Слово Божие Исторические факты что говорят? Но это же люди говорят Возможно, это не так И третий момент, которым он обманывает Он обманывает путем извращения и подлога Слова Божьего Он пытается украсть у верующего человека Полноту того, что Бог ему пытается дать Потому что Бог, Он дал нам, как верующим людям, все Мы имеем все Но дьявол пытается извратить Через наше непонимание Местписания определенных слов Потому что если мы соберем 10 человек Каждый понимает по-своему И иногда бывают такие понимания, которые идут кардинально ворсрез Тому, что говорит Господь И в теле Христовом Из-за того, что дьявол все-таки ему где-то удается обмануть людей Мы можем увидеть разные также категории верующих людей И я для себя выделил основные три категории людей Которые попадаются на этот обман То, что враг, он что-то крадет у них Он меняет местами, пытаясь украсть что-то у них Чтобы не было полноты Как здесь написано, что вера, надежда, любовь То, что не имея чего-то одного Человек, он теряет И теряется целостность Писание Теряется целостность жизни верующего человека И в теле Христовом мы можем видеть людей Которые очень верят в Бога Они верят в Бога Они верят в то, что Бог есть Они верят в Слово Они изучают Слово Они знают Слово Но у них нема любви Они забывают о любви Да, и что они писали об этих людях Это фарисеи Это законники, люди, которые Да, они неужели не верили в Бога Авраама, Ицхака и Якова Фарисея времени Иисуса Христа Они верили, они были верующими Но они не увидели самого главного в Писании Что говорило о Машехе Но в Бога они верили Они не отрицали существование Бога И мы можем видеть таких людей в теле Христовом Это факт, это и есть Мы можем видеть людей, которые верят в Бога Но когда им ты задаешь вопрос А спасен ли ты? Он говорит, я не могу сказать точно, спасен ли я У меня есть надежда, что может быть Когда-то это произойдет Может быть, я надеюсь, что может быть Бог меня спасет Ведь я такой плохой Ведь я такие делаю неправильные вещи Может быть, он меня спасет Я буду надеяться на это Есть еще одна категория людей Категория людей, которые живут в любви У них все любовь Все любовь Надо любить Надо только любить Слово Божие Я согласен со Словом Божиим Но надо любить Все, мы движемся любовью Потому что любовь из них большая Учиться Учиться это дело хорошее Но надо любить Мы будем пребывать в любви Оно же большее И вы со мной согласитесь, что это есть Это бывает Правда? И это потому, что где-то враг, он пытается обмануть и украсть И когда я молился Просил Бога, чтобы он открывал мне То, что он хочет сказать через это местописание Я пришел к пониманию того, что Не просто вера Не просто надежда Не просто любовь Это одно целое Вера, надежда, любовь Вера, надежда, любовь как одно целое Потому что мы знаем, что человек Он дух, душа и тело Мы знаем то, что Бог Отец, Сын и Дух Святой Это три ипостаси Бога Но это один Бог И вера в жизни верующего, спасенного человека Вера, надежда, любовь И как в нашей повседневной жизни Ходя, мы должны понимать, что такое плотское Как мы должны понимать, что такое душевное А что духовное Так и будучи верующими людьми Мы должны понимать, что такое вера Что такое надежда Что такое любовь Я хочу вам прочитать местописание Это Римлянам 5 глава С первого стика Итак, оправдавшись верою Мы имеем мир с Богом Через Господа нашего Ишуа Мошеха Через которого верою И получили мы доступ К той благодати, в которой стоим И хвалимся надеждой и славой Божией И христиане называются верующими Потому что они веруют Правда? Все очень просто Потому что мы верим, что через Ишуа Мошеха мы имеем мир с Богом Мы веруем, что Ишуа Он умер за наши грехи Мы верим, что Он искупил нас Своею святую кровью Мы верим Поэтому мы называемся верующими людьми Но давайте прочитаем дальше И несим только, но хвалимся и скорбями Зная, что от скорби происходит терпение От терпения – опытность От опытности – надежда А надежда не постыжает Потому что любовь Божия Излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам Посмотрите, интересно В этом местописании как раз собраны все три понимания Вера, надежда и любовь Правда? Мы это видим И мы видим также с этого отрывка Что здесь говорится, что есть еще у человека путь Путь человека, живущего в вере И от нас с вами зависит Будем жить мы в вере Или мы будем жить не вере Это зависит только от нас Писание говорит в Евреям В 11 главе в 6 стихе Говорится, что Без веры угодить Богу невозможно Ибо надо, чтобы приходящий в Богу веровал Что Он есть И ищущим Его воздает Все очень просто Без веры Богу угодить нельзя Прежде всего Человек, он должен верить И Бог, Он воздает Тем людям, которые Его ищут Будучи отцом, богатым на благодать Он дает нам Как каждому верующему Он дает все необходимое Он снаряжает нас всем Чтобы мы могли пройти И совершить путь нашего спасения Который Бог предопределил Для каждого из нас Правда? Ведь мы идем каждый свой путь Мы не покаялись Не отошли в вечность Бог предопределил для нас Путь нашего спасения И от нас зависит Как мы пройдем этот путь Будем мы стоять в вере Будем ли мы идти в вере Или мы будем израненными Пытаться пройти этот путь Кто-то не дойдет А кто-то будет спасен Как головня из огня Этого ли Бог хочет от нас? Бог, Он все дал нам Чтобы мы совершили Путь нашего спасения Чтобы это было действительно Путем, пути верующего человека И если мы посмотрим Послание евреям Одиннадцатая глава Всем нам известная Хорошо глава Там, где говорится о вере Вера есть осуществление Ожидаемого, уверенность невидимого Многие из нас знают Это местописание Очень часто говорится Если мы посмотрим Если мы посмотрим Всю эту главу Которая говорит о вере То мы увидим здесь В этой главе Примеры жизни Верующих людей Здесь вся глава Она говорит о примерах жизни Верующих людей Людей, которые верили Богу Людей, живущих во времена Ветхого Завета И в конце этой главы В сороковом стихе Написаны очень интересные слова Я хочу прочитать вам их Это евреям Одиннадцатая глава Сороковой стих Потому что Бог Предусмотрел о нас Нечтое лучшее Дабы они не без нас Достигли совершенства Интересно, неправильно Неправда ли Бог предусмотрел Для нас Верующих Нового Завета Нечто лучшее И что же мы посмотрим Что же это лучшее Посмотрите Здесь показаны Примеры жизни Мужей веры Пример жизни Авраама Примеры жизни Исаака Йосифа Маше Разные Другие здесь Примеры показаны И Бог говорит Что для вас Верующих Я предусмотрел Нечто лучшее Когда я читал Эти примеры И размышлял Я понял Увидел Один интересный момент Они Верили И делали То, что можно было Осознать Они верили Да, были определенные моменты Которые Которые выходили Из-за понимания Но в основном Их примеры Были Они могли Это понять Но для нас Верующих Нового Завета Ишуа Говорит Что вы будете Делать Что-то Немножко Большее То, что Будет уходить За рамки Вашего понимания Помните Марка Одиннадцатая Глава Двадцать третий Стих Тоже всем известное Местописание Имейте веру Божию Ибо истинно Говорю вам Если кто Скажет Горе сей Поднимись И ввергнись В море И не усомнится В сердце Своем Но поверит Что сбудется По словам Его Будет Ему Что не скажет Не правда ли Как может Гора Подняться И вернуться В море Как это можно Понять И осознать Но Ишуа Он говорит Что если вы Скажете И поверите Не усомните В своем сердце Будет вам По вашим словам Уровень веры Нас Верующих Нового завета Он должен быть Немного выше Да Мужи веры Они Для нас Это пример И для нас Назидание Но Ишуа Сказал Что он Для нас Приготовил Что-то Нечто Лучшее И мы С вами Помним Вот последние Несколько служений Сережа Цитировал Местописание О том Что меньше В царстве Божием Больше Иоанна Крестителя Да Я прочитаю Из рожденных Женами Не восставали Больше Иоанна Крестителя Но меньше В царстве Божием Больше Его Мы с вами В царстве Божием Мы с вами У нас Бог может Говорить Нам Каждый День Когда мы Читаем Слово Когда мы Изучаем Писание Бог Говорит Нам Каждый День Почему Правильно Не читать Эту Книгу Как Книгу Когда Когда мы Берем Библию И Садимся Читать Мы Будем Получать Откровение Только Лишь В том Случае Если Мы Садимся С Пониманием Того Что Бог Ожидает Того Что Бог Будет Говорить Внутри Нас Только Лишь Тогда Это Слово Оно Будет Оживать В наших Сердцах Духом Святым И Только Лишь Тогда Когда Мы Будем Ждать Что Это Он Задает Вопрос Этот Вопрос Он Задавал Мне Все Две Недели Или Три Во Что Ты Веришь Сегодня Бог На Этом Месте Задает Вопрос Во Что Ты Веришь Веришь Ли Ты В Победу Божию Или Все Еще Ходишь В Поражении Веришь Ли Ты Что Ты Исцелен Ранами Христова Или Ты Принял Болезнь И Смирился С тем Что Ты Больной Веришь Ли Ты Что Твоя Жизнь Не Может Стать Лучше Или Веришь В То Что Бог Дал Тебе Все Необходимое Для Жизни И Благочестия Во Что Ты Веришь И Вы Знаете Несколько Недель Назад Пару Недель Назад На Молитвенном Служении Кто Ходит Мы Пели Интересную Одну Песню Чьим Словам Поверишь Ты Чьим Словам Поверишь Ты Продолжение Я буду Верить Слову Господа Я буду Верить Слову Господа Слову Которое Говорит Что Отец Дал Нам Все Необходимое Для Жизни И Благочестия Слову Которое Говорит Что Ранами Его Вы Исцелились Ранами Его Вы Исцелились И даже Если На данный Момент Этого Нету Я знаю Что Так Говорит Слово Можно Сказать Дорогой Брат Ты Проповедуешь Говоришь Об Исцелении Но Сам Имеешь Болезнь Да На данный Момент Я имею Анализы Которые Говорят О том Что Я больной Человек Но Я буду Верить Слово Господа Что Ранами Его Я Исцелен Ранами Христовыми Я Исцелен И до тех Пор Пока Сам Господь Не скажет Как Он Сказал Когда-то Апостолу Павлу Что Достаточно Тебе Благодати Моей Что Ты Расшивешь Свой Путь Жизненный С этой Болезнью Я Буду Верить Слово Господа И Жизнь Наша Каждого Человека Должна Быть В таком Понимании Чьим Словам Поверишь Ты Я Буду Верить Слову Господа Аллилуйя Мы Верим Богу Мы Верим Богу Мы Говорим Да Сегодня Бог Проговорил Ранами Его Ты Исцелился Проходит Время Проходит Какое-то Какие-то Ситуации Месяц Два Три Исцеления Не Происходит Проблемы Заботы Ты Плохо Се Чувствуешь И Смотришь А уже Потихоньку Вроде И не Верю Такое Бывает Правда Ли Но Есть То Что Помогает Нам Стоять В Вере И Это Есть Надежда Потому Что Надежда Она Не Постыжает Нас Надежда Это То На Что Мы Можем Надеяться Когда Нам Тяжело Я Расскажу Вам Свою Жизненную Историю Пару Лет Назад Многие Люди Знают Кто Знает Нас Кто Давно В общине Знают Нас Женой Много Лет Назад Мы Очень Много Пару Лет Назад Да Жена Меня Поправляет Немного Извините Пару Лет Назад Болезнь Пришла Очень Серьезно В нашей Жизни Вы Знаете Община Очень Сильно Молилась За Нас И Очень Сильно Молилась И Слава Господу За Всех Вас Я Всегда Благодарю Богу Что У меня Есть Такая Прекрасная Семья И Вы Знаете Когда Молилась Община Я Молиться Не Мог Наше Состояние Настолько Было Плохое Что Моя Молитва Была Каждое Утро Я Вставал И Говорил Боже Спасибо Тебе За То Что Я Открыл Сегодня Глаза Я Не Молился Серьезно Но Я Надеялся Я Надеялся Что Бог Он В последний День Восстановит Меня И Так И Произошло Потому Что Надежда Она Не Постыжает Надежда Не Как он Любил Свою Семью Безненная Вы Помните Эту Историю Вы Помните Как Жена Его Говорила Ему Близкий Казалось Бы Человек Говорила Похули Бога И Умри Уже Но И И И Имел Веру И Имел Надежду Он Говорил И В 19 Главе 25 26 Он Говорил Слова Которые Говорили Мы С моей Женой Когда Лежали В болезни А я Знаю Искупитель Мой Жив И он В последний День Восстановит Из праха Распадающиеся Кожу Мою Сию И я Воплоти Моей Узрю Бога И в этом Местописании Мы можем Увидеть Веру И надежду Когда Иов Говорит Я знаю Это его Вера Он Знал Он Говорит Я знаю Что Искупитель Мой Жив Я Верю Что Искупитель Мой Жив И я Надеюсь Что В последний День Он Восстановит Распадающуюся Кожу Мою Сию И я Воплоти Моей Узрю Бога Он Не Говорил Как Сейчас Говорят Некоторые Верующие Я Буду Исцелен На Небесах Вот Вы Слышали Наверное Да Многие Верующие Говорят Я Исцелен Ранами Христовыми Но Это Исцеление Я Получу На Небесах Писание Не Говорит Ранами Темен Оценивал Небесах Говорят Небесах Небесах На Священника Верой Желаем Желаем Как Клялся Самим Собою Говоря Истинно Благословляя Благословлю Тебя И Размножа Размножу Тебя И Так Авраам Долготерпев Получил Обещанное Люди Клянутся Высшим И Клятва В удостоверении Оканчивает Всякий Спор Их Посему И Бог Желая Преимущественное Показать Наследникам Обетования Непреложность Своей Воле Употребил Впоследство Клятву Дабы В двух Непреложных Вещах В которых Невозможно Богу Солгать Твердое Утешение Имели мы Прибегшие Взяться За Придлежащую Нам Надежду Которая Для души Есть Как бы Якорь Безопасный И крепкий И ходит Во внутреннейшее За завесу Куда Предтечу Из-за нас Вошел Ишо Сделавшись Перевосвященником Навек По чину Мелхиседека И надежда Это якорь Якорь Который Держит Нас Якорь Который Помогает Чтобы Нас Не сорвало С пути Божьего И не понесло И не начало Кидать В разные Стороны Якорь Который Помогает Нам Держаться На этих Волнах Мы Имея Этот якорь Эту надежду На обетование Божие Мы можем Проходить Все испытания Мы можем Верить Стоять в вере Немало Не сомневаясь Вокруг нас Будут бушевать Эти волны Но мы можем Зная Что у нас Есть якорь Смотреть На эти волны И говорить Моя жизнь Не будет Такой Волнистой Я буду Верить Слову Господа И не буду Сомневаться Потому что Писание В послании Апостола Якова Говорит Человек Сомневающийся Вот он Как раз Подобен Этой Морской Волне Ветром Развиваемой И поднимаемой Да не думает Такой человек Получить Что-нибудь От Господа А я верю Что мы с вами Хотим получить Мы хотим Наследовать Обетование Мы хотим Совершить Путь нашего Спасения И принести Много плода Много плода Для Царства Божия И вы знаете Когда мы Стоим В вере Когда мы Имеем надежду Для нас Не страшны Болезни Для нас Не страшны Проблемы Какие-то Проблемы В работе Проблемы Того Что у нас Может быть Нету Кушать Проблемы Того Что может Быть У нас Есть Какие-то Нерешенные Вопросы Во взаимоотношениях Мы все Это можем Пройти Бог Обещает Нам Что ты Можешь Любить Брата Своего Который Поступает По отношению К тебе Веролом Об этом Говорит Слово Божие И сегодня Господь Говорит Чьим словам Поверишь Ты Можно Сказать Я поверю Сомнения Которые Говорит Мне Еще Один Брат Или Я буду Верить Слово Господа Чьим Словам Поверишь Ты В наше Время Мы знаем Многие Люди Молятся О любви Просят Господи Я не могу Полюбить Этого Человека Помоги Мне Его Полюбить Пожалуйста Дай Мне Своей Любви Правда Вы Слышали Такое А знаете Что это Напоминает Это Напоминает Ребенка Вот у Меня Сейчас Тимофей Он Еще Не Просит У Меня Так Говорить Еще Не Может Но Глазами Просит И Вот Интересный Пример Как Папа Вот Он Дает Ребенку Что-то Ты Дал Он Сразу Бросил И Говорит Дай Еще Вот Так И Любовь Божия Бог Уже Дал Нам Эту Любовь Тем Кто Верует Вишу Амашех Помните С чего Мы Начали Римлянам Пятая Глава Пятый Стих Любовь Божия Излилась Сердца Наши Духом Святым Данным Нам И нам Не надо Молиться О любви Она В сердцах Наших Нам Надо Только Очищать Наши Сердца Которые Мешают Нам Эту Любовь Увидеть Как Очищать Освещаясь Освещаясь Пред Богом Опять же Пример Ребенка Вот Папа Подарил Тебе Ребенку Дарит Железную Дорогу Громадную Ее Можно Разложить Там Куча Горок Красивых Но Чтобы Она Работала Что Надо Сделать Надо В комнате Убрать Вначале Игрушки Свои Послаживать По местам Чтобы Можно Было Эту Разложить Дорогу И Чтобы Наслаждаться Тем Что Папа Тебе Дал Так И нам Надо Разложить Все По местам В нашей Жизни А как Мы Можем Разложить Веря Веря Богу Который Сказал Вы Это Можете Я Вам Все Дал Все Дал Для Жизни Благочестия Все Дал Для Того Чтобы Вы Могли Служить Дал Вам Даже То Что Вы Можете Вы Уже Здоров Вы Уже Здоров Может Быть В твоем Теле Еще Есть Болезнь Но Мы Знаем Что Мы Уже Здоров Вы Знаете Я Когда Был Своей Болезни Мы С Товарищем Поменяли У Меня Дома Потолок За Один День С Братом Я Когда Узнал Свои Анализы Если По Человеческому Разумению Руку Поднять Это Был Б Подвиг А Мы Поменяли Потолок Потому Что Я Верил И Надеялся На Бога Слава Господу Нашим Аллилуйя И Сегодня Стоит Выбор Перед Каждым Из Нас Во Что Ты Веришь Веришь Слову Божьему Которое Говорит Что Ты Исцелен Независимости От Того Что В Твоей Ситуации Независимости От Того Что В Ни Происходит Я Буду Верить Слову Господу Надеяся Ты На То Что Может Быть В конце Пути Будет Спасена Твоя Семья Или Ты Опустил Руки И Горишь Я Не Могу Надеяся Ты На Это Или Нет Потому Что Надежда Она Не Постыжает Любовь Она Она Больше Этих Трех Всего Почему Больше Потому Что Любовь Это Есть Сам Господь Сам Бог Духом Своим Святым Поселился В Наши Сердца И Заканчивая Слово Я Хочу Прочитать Слова Одного Арабского Христианина Джибран Халиль Джибран Он Говорил Очень Красивые Слова Слова О Любви Когда Любовь Поманит Следуйте Ей Хотя Ее Пути Тяжелые Круты И Когда Ее Крылья Обнимут Вас Не Сопротивляйтесь Ей Хотя Меч Спрятанный В Крыльях Может Поранить Вас И Когда Она Говорит С В Верьте Ей Хотя Ее Голос Может Разрушить Ваши Мечты Как Северный Ветер Превращает Пустыню В Сады Потому Что Любовь Хоть И Надевает Корону На Вашу Голову Но Она И Распинает Вас На Кресте Ведь Она Не Только Для Вашего Роста Но И Для Подрезания Ветра Чтоб Придать Форму Вашему Дереву Ведь Она Не Только Поднимает До Самого Высокого Вас И Ласкает Нежные Ветви Что Дорожат На Солнце Но И Опускается До Самых Ваших Корней Их Сотрясает В Объятиях С Землей Как Листья Кукурузного Початка Обнимают Початок Она Прижимает Вас К Себе И Как Початок Она Бьет Вас Делая Свободными От Одежд Оставляя Лишь Зерна И Как Зерна Она Просеивает Вас Освобождая От Шелухи И Как Чистые Зерна Початка Она Толчет Вас До Белой Муки И Как Муку Она Месит Вас Превращая В Мягкое Тесто И Тогда Только Ставит Вас Свой Священный Огонь Чтобы Вы Могли Стать Священным Хлебом На Священном Пиршестве Бога Все Это Сделает С Вами Любовь Чтобы Вы Могли Узнать Секреты Своего Сердца И В Этому Знании Стать Жизни Но Только Если Испугавшись Вы Будете Искать Лишь Спокойствие Любви И Наслаждаться Любви Тогда Лучше Для Вас Сразу Закрыть Свою Наготу И Уйти С Молотильного Тока Любви Уйти В мир Без Временя Где Вы Будете Смеяться Но Не Всем Своим Смехом И Плакать Но Не Всеми Своими Слезами Любовь Не Дает Ничего Кроме Самой Себя И Не Берет Ничего Кроме Самой Себя Поэтому Любовь Не Обладает Ничем Но Ею Нельзя Обладать Ведь Любви Достаточно Только Любви У Любви Есть Одно Лишь Желание Осуществить Себя Поэтому Если Вы Любите Пусть У Вашей Любви Будут Такие Желания Растаять И Стать Как Бегущий Ручей Что Поет Свою Мелодию Ночи Познать Боль Чрезмерной Нежности Быть Ранен Собственным Пониманием Любви И Кровоточить Охотно И С Радостью Просыпаться На Рассвете С Окрыленным Сердцем И Благодарить За еще День Любви Отдыхать В Полуденный Час Размышляя О Любовном Восторге И Зазывать С Молитвой За Свою Возлюбленную В Сердце И Песни Благодарности На Губах И Сегодня Мы С Вами Как Община Сегодня Мы Как Собрание Мы Вспоминаем О Любви Божьей О том Что Ешуа На Колговском Кресте Он Умирал За Каждого Из Нас И Вот так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Сына Своего Единородного Чтобы Всякий Верующий В Его Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Субтитры Семен